добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами начинаем нашу очередную лекцию и тема сегодняшней лекции посвящается искусственным нейронным сетям на основе радиальных базисных функций это совершенно новый класс нейронных сетей отличающийся от многослойных персектронов своим математическим описанием структуры и давайте разберем эту тему более подробно существует некоторые виды нервных систем и биологических организмах где существует нейрон выходной сигнал которых локален и настроен на некоторую узкую ограниченную область входного пространства построенная таким образом искусственная нейронная сеть обладает выраженными локальными характеристиками такая нейронная сеть была предложена 1988 году в качестве альтернативным многослойным персектроном и получил название радиально базисной нейронной сети сети на основе rbf мы будем называть их основные идеи идеально базисных нейронных сетей восходит к методу потенциальных функций оценкам парзона ядерный и не параметрическим регрессиям подобно многослойным структурам с прямой передачи информации эти сети также являются универсальными аппроксиматорами любых сложных зависимостей сеть на основе радиально базисных функций это искусственная нейронная сеть которая использует радиальные базисные функции как функции активации выходом сети является линейная комбинация радиальных базисных функций входов и параметров нейрона давайте рассмотрим структуру радиально базисной сети и так вектор входных сигналов поступает на блоки которые реализуют так называемые радиально базисные функции выход этих блоков вместе со своим синаптическими коэффициентами подается на сумматор на выходе которого формируется выходной сигнал вот таким вот образом представляется структура нейронной сети на основе радиально базисных функций входной сети на основе радиально базисных функций это сенсоры которые связывают нейронная сеть с окружающей средой в сети rbf имеется единственный скрытый слой образованный нейронами f которые осуществляют нелинейное преобразование входного пространства в скрытое пространство высокой размерности также существует выходной слой образованные адаптивными линейными ассоциаторами которые формируют отклик сети на входной сигнал нейронной сети радиально базисные сети реализуют идею сформулированную кавером то есть теорему кавера и состоящую в том что линейно разделимая задача распознавания образов в пространстве может стать линейно разделимой в пространстве более высокой размерности. Свойства радиально-базисной сети полностью определяются радиально-базисными функциями, используемыми в нейронных сетях скрытого слоя и формирующими некоторый базис для входного вектора образов. Радиально-базисная функция это многомерная функция, зависящая от расстояния. Как мы видим, между входным вектором и собственным центром. И параметры ширины, другими словами масштаба, определяющие локальную область входного пространства, на которую реагирует данная функция. Другими словами, каждый нейрон скрытого слоя вычисляет расстояние между входным вектором и своим центром и осуществляет над ним некоторое нелинейное преобразование. В отличие от монотонных активационных функций многослойных сетей, радиально-базисные функции, как правило, симметричны и накрывают узкую область входного пространства. Достаточно часто радиально-базисные функции имеют колоколообразную форму и могут быть представлены в виде производных функций активации стандартных нейронов. Наибольшее распространение получили гауссовские функции, имеющие пик в центре и монотонно убывающие по мере удаления от центра. Основные виды радиально-базисных функций используемых в нейронных сетях. Давайте их рассмотрим. То есть эта функция гауса или гауссиан может использоваться в качестве радиально-базисной функции по следующей формуле. Следующий вид радиально-базисных функций, который используется в качестве функции активации, это мультиквадратичная функция, формула которой представляется в виде следующего выражения. Следующая обратная мультиквадратичная функция с такой формулой. Сплайновая функция также многие другие такого рода функции могут использоваться в качестве радиально-базисных функций активации для нейронов данного типа. Теперь поговорим об алгоритмах обучения такого рода сетей. Радиально-базисные сети, подобно другим многослойным искусственным нейросетям, являются универсальными аппроксиматорами. Параметры радиально-базисных нейронов задаются заранее, а в процессе обучения настраиваются синаптические веса или свободные параметры нейронной сети. При этом следует учитывать, что число базисных функций, то есть нейронов, экспоненциально растет с размерностью входного пространства. Поэтому в радиально-базисных сетях главным является так называемое проклятие размерности, ограничивающее эффективность этих сетей в задачах с большим числом входных признаков. Вместе с тем объединение достоинств многослойных и радиально-базисных сетей может привести к весьма интересным результатам. Существуют архитектуры многослойных радиально-базисных сетей, подобные многослойным персептронам, где в качестве отдельных нейронов используются радиально-базисные сети с входами и одним выходом. По сравнению с многослойными персептронами, данные сети обладают более высокой скоростью обучения, не страдая при этом от проклятия размерности, ограничивающего возможности обычных радиально-базисных нейронных сетей. Таким образом, в рамках данной лекции мы с вами познакомились с новым типом нейросетей, которые мы называем сетями на основе радиально-базисных функций, познакомились с их основной структурой, также познакомились с основными свойствами радиально-базисных функций и нейронных сетей на их основе, рассмотрели основные виды применяемых радиально-базисных функций в качестве активации, но и также рассказали о положительных и негативных моментах, которые возникают в процессе работы с сетями на основе радиально-базисных функций. Таким образом, мы завершаем нашу лекцию, я надеюсь, что она была полезной. Спасибо за внимание.